За 437 лет Самара неоднократно меняла свой облик. Причины были разные. И расширение города, и обновление домов, и различные бедствия, в том числе пожары. Из-за этого многие памятники архитектуры сохранились лишь на старых фотографиях. Именно их, а также некоторые элементы декора, показывали в течение всего лета посетителям галереи Заварка. В залах можно было увидеть деревянные церкви и строения вдоль Волжского берега, а также здания, сгоревшие, снесенные или перестроенные за последние 20 лет. Как мне кажется, нам удалось донести самую главную мысль, что нужно хранить то, что мы имеем сегодня, чтобы завтра нам не приходилось вот так ретроспективно все это показывать. Потому что все это, я уверен, что часть этих объектов современники не оценивали по достоинству. Спустя много-много десятилетий уже их потомки смотрят на фотографии и говорят, батюшки, какая красота, оказывается, была. Но вот, жаль, что не сохранили. Выставка «Деревянная Самара», которую мы не знаем, стала третьей частью проекта «Истории самарского деревянного зодчества». В течение всего лета выставку сопровождали лекции, экскурсии и тематические мастер-классы, которые были подготовлены для самой разной аудитории – и для детей, и для взрослых. Аудитории разные, и те смыслы, которые, допустим, эта выставка «Деревянная Самара», которую мы не знаем, может нести для взрослых, это совершенно не очевидно, конечно, для детей. Им совершенно по-другому нужно объяснять. У нас профессиональные экскурсоводы, которые как раз в том числе умеют и знают, как работать с детьми, как адаптировать сложную информацию и преподнести с интересом. Сейчас сотрудники музея готовят уже следующую выставку, которая вновь будет посвящена деревянным домам и расскажет их историю через судьбы людей, которые в них живут. Сергей Кизоркин, Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.